Евросоюз продлил санкции против России. Сегодня четвертая годовщина аннексии Крыма. Чтобы напомнить об этой дате, а также об украинских политзаключенных в российских тюрьмах, правозащитники провели акцию в Брюсселе. Они требовали освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Все подробности расскажет Елена Абрамович. Правозащитники устроили акцию в Брюсселе с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Чтобы в годовщину аннексии Крыма напомнить о тех, кто пострадал за проукраинские взгляды. Продемонстрировать в первую очередь солидарность с Олегом. Это свой родный сигнал для него, что он не забудет. Есть люди, в Брюсселе, в Брюсселе. Я знаю, что такая акция происходит в мире. И я надеюсь, что ему за дубом может порваться и поддерживать надею на лучшую вязницу. Мы призываем международное сообщество продолжать оказывать давление на российские власти для того, чтобы Сенцов и другие незаконно осужденные и удерживаемые украинцы вышли на свободу. ЕС сегодня таки продлил санкции против РФ. Совет министров иностранных дел расширил еще на полгода действия списка, в котором полторы сотни человек и 38 компаний, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. Что же касается заключенных в России, то на данный момент за решеткой находится минимум шесть десятков украинцев. В помощи нуждаются и те, кто остался на оккупированном полуострове. Детальный план, как защитить тех, кто страдает от репрессий, Украина передала сегодня на рассмотрение Совета Европы. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.